Друзья, было сказано, беседа будет, но, наверное, будет просто проповедь длиннее, чем обычно, потому что беседа, она как бы надо вопросы задавать, а я вас не знаю, как зовут, но некоторых знаю, и, скорее всего, будет мне это трудно делать. Может, только что допустимо, какую-то мысль, если у вас есть добавить в ходе проповеди или после, можно поднять руку, я дам возможность такую вам добавить. А темой моей проповеди будет продолжение, наверное, проповеди, которую говорил брат первый, Данил. Вот он закончил проповедь таким словом, вот спрашивает Петр, а он что? У нас такие вопросы есть, он так сказал, и у вас, похоже, они есть, и у нас тоже в церкви есть, и они везде есть, где мы встречаемся. Вообще, Церковь Божия, она прекрасна тем, что здесь мы все такие разные, а находим общее, находим общее. Но и вместе с этим, братья и сестры, у нас бывают и трудности, у нас бывают и трудности. Говорят, однажды с одного монастыря ушел монах, ну, по какой-то причине, но он ушел недалеко, вышел за пределы монастыря и в тайге срубил себе там какой-то шалаш и жил. Через время настоятель монастыря собрал еще свиту монахов и пошел его увещевать. Когда он пришел, увещевали его, он говорит, я здесь такой святости достиг, вот здесь, сам в лесу, что живу легко с дикими зверями и даже могу детенышей их кормить с руки. Тогда настоятель говорит, а теперь вернись в монастырь и попробуй ужиться со святыми братьями. Друзья, ну, я не за то, что у нас совсем так плохо, но действительно, действительно, бывает у нас переживания разные. Бывают и натяжки, бывает мы не разговариваем. Ну, это не массовое явление, но оно бывает. Оно бывает, начинается не массово, потом разрастается. И как-то об этом переживал, переживаю тоже. И вот на один момент, который, мне кажется, ведет к неправильным взаимоотношениям, я хотел бы сегодня говорить. Хотя скажу сразу, что мы, если у нас что-то не получается, но мы и мириться можем. У нас не все так плохо. Я вспомнил пример сейчас, один брат говорит, вижу, что брат со мной не разговаривает, и как-то, ну, вернее, он разговаривает, но отвлеченно. Решил пойти помириться с ним. А как пойти? Домой. Купил торт и пошел к нему. Пришел, а он копает большую яму во дворе. Ну, тут, значит, он работает, а я с тортом стою сверху. Он увидел меня, поприветствовал, все голову опустил и копает дальше. И не знаю, куда девать торт и куда идти. Я увидел еще одну лопату стоит, поставил торт на фундамент дома, взял лопату, спрыгнул в яму и тоже молча копаю. И вдвоем копаем. Ну, когда уже выкопали яму, ну, пошли чай пить. И там хорошо побеседовали, и теперь это два друга хороших. Друзья, хорошо, когда так заканчивается. Но лучше не допускать того, чтобы не разговаривать или еще как. Тема моей проповеди будет называться вот так. Так, это четвертая глава. Ой, простите, четвертый стих, 53 главы пророка Исаии. Я его прочитаю, потом назову тему проповеди. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Тема моей проповеди, а мы думали. Кстати, мы все думаем. И даже когда спрашивают, мы говорим, ни о чем, это неправда. Мы все равно о чем-то думаем. Но мы думаем друг о друге тоже. Мы встречаемся, сидим на одной скамейке в церкви или где-то еще. И все равно как-то мы друг друга воспринимаем. И какое-то мнение, и мысль какая-то есть. Вот главный, конечно, текст или мысль 53 главы, это страдающий Христос. Но второстепенная мысль, что вот люди думали о Христе неправильно. Они думали, что он уничижен Богом, что это наказание такое, так ему и надо. А оказалось все наоборот. Друзья, но вернуть было невозможно, совсем невозможно. Они возвращались с Голгофой, бия себя в грудь. Друзья, я ту мысль, как я думаю о ближнем. Потому что от этого строятся мои взаимоотношения. И первая моя мысль, вот в данном тексте они думали неправильно. Братья и сестры, мы способны ошибаться. Мы способны, смотря на ближнего, ошибаться. Конечно, наверное, так мы не думаем часто. Мы знаем, что мы правы, мы имеем опыт жизни. Мы проницательны, мы хорошо знаем этого человека. Поэтому мое представление о нем достаточно справедливое. И мои мысли тоже. Желаю привести три примера из Святого Писания. Показать пример, что это не только проблема наша в сегодняшние дни. Это проблема всех дней жизни человечества, наверное. Я некоторые тексты не буду зачитывать, просто буду события какие. Книга Иисуса Навина, 22 глава, 11 стих и ниже. Там такое событие. Два с половиной колена Израилев возвращаются назад через Иордан и строят жертвенник. Жертвенник не для жертвоприношений, а как памятник. Об этом услышали евреи, Израиль остальной. И что они подумали? Они подумали, что братья их делают грех. Построили жертвенник и идут. И они собрались идти войной. Друзья, вот пожалуйста, услышав о чем-то, сразу приходит мысль. И не просто мысль. Мы даже будем как-то с этим разбираться. Хорошо, что нашлись разумные люди, которые послали гонцов туда узнать, что случилось. И показало жизнь, и вот те обстоятельства, вернее, показало, что совсем не то, о чем они думали. И даже написано, когда они вернулись, они возблагодарили Бога. Друзья, если бы не нашлось бы этих людей, вполне возможно, началась бы война. Почему? Потому что думали неправильно. Второй пример. Это книга Царств. Первая книга Царств, 17 главой. Давид приходит в стан израильский, и филистимляне стоят против. Он спрашивает о сражении, ну вот вернее, что будет или как. Елеав, старший брат, увидел Давида и что говорит? Зачем ты пришел сюда? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть за сражением. Братья и сестры, он прав был? Конечно, он не был прав. И он ошибался. Вот смотрите, первый пример. Ошибаться можно в народе. Оказывается, ошибаться можно даже в одной семье. Но вот это же родные братья. Если со стороны кто-то посмотрит и сказал бы, ну точно вот Елеав, он же прав, он же в одном доме живет. Он точно знает. Друзья, а он ошибался. Оказывается, ошибаться можно даже в одной семье. Вот думать о ком-то или говорить о ком-то и ошибочно. Я один пример приведу с Нового Завета. 11 глава Деяния апостолов начинается таким повествованием, что когда Петр пришел от язычников, иудеи упрекали его. Когда он ушел, и это стало известно, то, знаете, друзья, большая проблема получилась. В народе Божьем, в Церкви Божьей, стали с непониманием. Скорее всего, на кухнях рассуждали, что Петр, ай-яй-яй, как же так случилось. И когда он пришел, поспешили сказать ему это в глаза. Братья и сестры, они ошибались в своих мыслях? Они ошибались. И тогда, когда сказал Петр о цели своего посещения, они прославили Бога. Друзья, я просмотрел текстов Писания и событий, когда люди ошибались, в Библии достаточно. Но мне одно нравится, что большинство из них закончились хорошо. Пошли, спросили, и войны не было. Давид не бросил провизию, которую принес, и пошел в сражение, вступил, несмотря ни на что. И Петра не взяли на замечание, и он дал, чтобы был апостолом. Друзья, закончилось хорошо. Но не так оно бывает в нашей жизни. Бывают мы поспешные выводы делаем, и не заканчивается хорошо. Я приведу примеры из жизни. Как-то я познакомился с одним братом, который... Ну, мы были на севере в поездке, и там с ним встретились. Он рассказал о своей жизни. Он был служителем далеко не на севере, на юге, когда жил. Еще во времена гонений. У них дома во времена гонений проходило собрание. Но братья предложили, чтобы у них дома организовать печатную точку, потому что слишком далеко доставлять литературу. И он, рассудив с женой, согласился. У них детей нет, и они согласились. Но для этого нужно было сказать, чтобы церковь оставила помещение, подыскала другое. И он говорит, однажды я на членском собрании сказал, братья и сестры, поищите, надо поискать другое место, в нашем доме собираться больше не получится. О чем подумали, братья и сестры? Первая мысль, друзья. Наверное, она бы у меня тоже такая была. Испугался. Но, учитывая, что такая нужда, вернее, такой вопрос поставлен, церковь нашла место другое. И он говорит, я заметил, как ко мне поменялось отношение. Он не был ответственный служитель, он был второй служитель в церкви. Кто-то обходил меня, кто-то не приветствовал. Иногда, когда я говорил проповедь, несколько человек даже могли выйти во время собрания, во время моей проповеди. Всем видом показать, что человек, который боязлив, он не может быть служителем. Даже подниматься вопросы начали, кто-то так закулисно. Ну, зачем он быть служителем, если вот он так поступил? А дома у него печатают ли литературу? И все прекрасно, вот мы понимаем, что если дом молитвы, вернее, если у тебя собрание, оно штрафует хозяина. А если найдут печатную точку, то это сложнее намного. И он говорит, мне так тяжело, я же не могу встать на членском, сказать, братья, сестры, я по секрету скажу, у меня печатная точка, никому не говорите, но оставьте меня в покое. А никто ничего, нельзя сказать. Зато получают журналы, и все благодарят Бога за тружеников в собрании. И то, что Господь благословляет. И после этого собрания выходят, и кто-то обходит стороной. И он говорит, как мне было тяжело, как плакала часто моя жена. Но мы несли это несколько лет. Друзья, вот так оно бывает. Мы думаем, что мы знаем прекрасно, даже пресс-фитера. И мы знаем, почему он так поступил, или диакон, или еще кто-то. Друзья, мы до конца ситуации знать не можем. Прошло время, пришла свобода, и когда-то узнали о том, что дома у них литературу печатали. Пошли просить прощения. Ну да, мне легче стало. Не то, что они попросили прощения, что какой-то пресс такой закончился. А я слушаю его и думаю так, что кто-то же и вечный за это время ушел. Так же? И бред Богом предстал в своей «правоте» в кавычках. И правильном суждении о ближнем. Друзья, но за наше «правильное суждение» в кавычках кто-то страдает. Кто-то плачет, и нам всего не скажет. И как в случаях библейских примеров, так и в житейских, друзья, не будем спешить делать выводы, особенно плохие. Как-то в нашу церковь много лет назад пришел молодой человек. Я еще один пример привожу. Хотя примеров и вы, наверное, таких знаете. Молодой человек пришел на собрание, походил немножко и покаялся. Ну, молодежь его приняла, как всегда. Но он был особенный, особенный своим поведением. Какой-то он был неуклюж, и иногда он мог в неловкое положение поставить молодежь. И если ехали в поездку, его старались не брать. Или если брать, то как-то... Ну, он какой-то, ну, как сказать, ну, не вписывался вот в общем. Ну, особенный был. Ну, таким приняли. Он крещение принял, ходил на собрание. Ну, так и немножко улыбались, когда он что-то не так делал. А может, и сильно улыбались. Однажды он мне позвонил и говорит, приедь ко мне срочно. Срочно, срочно приедь. Ну, а я как-то не понял сразу, говорю, зачем. Он говорит, меня отче ножом ударил. Вы знаете, я сразу сособирался в машину и поехал к нему. Я приехал, он стоит возле подъезда, в крови у него рука. Он говорит, в больницу вези. Срочно в больницу. Мне плохо. Я машину и повез его в больницу. Я говорю, что случилось? Отчим у него неверующий, и мама тоже неверующая. Он, говорит, ударил меня ножом. Надо в больницу. Но я тебя попрошу. Вот сейчас будут спрашивать. Давай будем делать так, чтобы отчиму моему ничего не было. Ну, я говорю, а как я могу сказать? Ты уже отвечай на вопросы? Потому что поступая с такой трамвой, обычно опрос идет, и какие-то последствия могут быть. Знаете, я был рядом с ним, и он всячески старался каким-то, ну, сказать правду, и не сказать то, что были последствия для отчима. Ему наложили швы, забинтовали, и едем назад. Едем назад, а у меня мысль сейчас заехать, и, ну, просто поговорить с отчимом. Ну, как бы мне показалось, что это, ну, не то, что показалось, а действительно это жестоко. Он не хотел, чтобы я захотел, но я настоял, настоял, говорю, я просто поговорю с ним. Он говорит, да не получится ничего. Ну, нам надо как-то заявить, что в плане каком, ну, чтобы этого больше не было. Ну, и я, скорее всего, настоял крепко, и он согласился, и мы поднялись на этаж, на котором он жил. Когда он открыл дверь, друзья, я такой квартиры убогой в жизни своей не видел. Несколько собак, бегающих, тараканы, беспорядок страшный, все перевернуто, и я вначале аж сильно испугался, что мы не туда вообще зашли. Из комнаты вышла женщина, заросшая в страшном таком состоянии, вышел пьяный мужчина, подобный, в лохмотье каких-то. И я встал и думаю, вот, я совсем не ожидал этого видеть. Но он говорит, они пьяные, не разговаривали, пошли, мы зашли в комнату, которая была более-менее убрана. Друзья, я сидел, и вот о чем подумал. Я говорю, вернее, я спросил, а как у тебя давно? Он говорит, очень давно. Я в первый класс пошел сам. Моя маму свою давно трезвой не видел. Я жил в проголодь. Вы знаете, я слушал эту судьбу, и вот о чем я думал. Вот он к нам пришел, и он немножко не такой. Немножко не вписывается в наши рамки. Так нас сюда принесли на руках. Мы вот здесь ползать учились. Нам легко судить, кто прав, кто виноват. Нам легко судить, как... А тебя в те условия, тогда, когда он отлично школу закончил, голодным в проголодь ходил всю жизнь, трезвой матери не видел, и он к Богу тянулся. Друзья, мне горько стало от того, что он к Богу пришел, а мы его всей душой принять не можем. Друзья, мы все не можем знать за людей, которые рядом с нами. И беда нам, когда мы спешим делать выводы, когда не просто выводы, мы говорим, как говорил Елиан, а делаем какие-то свои заключения, и кто-то плачет и страдает. Друзья, были случаи, я не имею сейчас привести серию таких длинных жалобных примеров, чтобы как-то нас расчувствовать. Были примеры, я знал случай, когда люди приходили на могилу и просили прощения. Друзья, кому это прощение надо? Мысль какая? Первая моя мысль, мы можем ошибаться. И, несмотря на то, что я сейчас могу думать по-другому, друзья, просто еще вот из текстов Писания мы можем ошибаться. Вторая мысль, почему я, вот, как я думаю о ближнем? Книга-притч, 23 глава, стих 7, написано, каковы мысли в душе его, как дальше, братья и сестры? Каковы мысли в душе его, как дальше? Таков и он сам. Оказывается, есть одна закономерность. Братья и сестры, может быть, вы сейчас не готовы будете с ней согласиться, но я приведу Писание ниже. Я воспринимаю ближнего поступки его, поведение, вообще самого ближнего, с позиции своего личного состояния. Вот смотрите, говорит, Писание, каковы мысли в душе его, таков и он. Вот мы говорим о том, что мы думаем о ком-то. И если я думаю хорошо, я думаю, это с позиции своего личного состояния. Если я думаю плохо, друзья, это не его проблема, это моя проблема. Если я говорю хуже об этом, это уже проблема большая становится. Смотрите, я подтвержду эту мысль Писанием. Сыновья Иоакова приходят с Египта, открывают мешки, где хлеб лежит, зерно. И что там находят еще? Серебро. Братья и сестры, вы их сходили, ну, допустим, в гипермаркет, скупились, хорошо, отдали, вам чеки вернули, пришли домой, посчитали в кошельке столько же денег. Какая ваша реакция? Ну, как-то вы скромны. Это я бы сильно обрадовался, но я точно отдал на кассе, и мне дали чек, вот он чек лежит. И денег столько. Может быть, я долго думал, как это могло получиться, но я точно, они серебро отдавали. Друзья, написано, братья Иосифа испугались. А почему испугались? Да радоваться надо. И вот смотрите, они стоят возле мешков, в которых лежит серебро, образно, смотрят туда и говорят, это специально он положил нам, чтобы потом обвинить нас, что мы чего-то ему не дали. Ну, я немножко собирательна, вот некоторые детали из этой истории. А Иаков смотрит, смотрит в этот же мешок, на это серебро, и что говорит? Дети мои, это недосмотр. Это может быть недосмотр. Почему на одни и те же обстоятельства, на одну и ту же вещь смотрят по-разному? Друзья, только потому лишь с позиции своего состояния. Если они, обманув отца, жили нечестно, то они честности другого человека, честный поступок другого человека, добрый поступок, никак не могли расценивать, как добрый поступок. Они расценивали с позиции своего состояния, своей нечестности, и говорили, это специально. Иаков, который, ничего не зная, живя перед Богом, поступая перед Ним, каясь, вернее, хорошо или плохо, за что каясь, говорил, дети, это недосмотр. Друзья, я второй пример привожу. Если мы читаем историю за Илиава, который говорил, у тебя дурное сердце, мы одну главу назад вернемся и посмотрим на события, когда Самуил пришел в их дом. Самуил заходит в дом и увидел первого кого из детей. Он Ильява увидел старше, он посмотрел ростом пацаула, наверное, такой должен быть царь. И он сразу понял точно, что это царь. Так он и в себе решил. А как Бог сказал? Не смотри на высоту роста его, я отверг его. Друзья, у меня вопрос, за что отверг Бог Елиава? А вот дальше написано, я смотрю на сердце. Помните, человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Братья и сестры, если Бог его отверг, какое у него было сердце? Дурное. Конечно, дурное. Если бы у него было хорошее, доброе сердце, разве отверг бы его Бог? И вот теперь Елиав с дурным сердцем, так говорит Бог, я смотрю не так, как человек, я смотрю на сердце, приходит Давид к нему, и как он о Давиде вообще может говорить другое? Он только говорит то, что у него. Он говорит, у тебя дурное сердце. Друзья, мы говорим о ближних с позиции своего состояния. Я хороший пример приведу. Ну ладно, вернее, я приведу из жизни два примера, а потом хороший пример закончу. У меня родственник есть, и он, когда приезжал к нам в гости, в церковь, ну посещал своих родственников в нашей местности, сильно хвалил свою церковь, сильно хвалил. Вот я, наверное, таких людей не встречал. Но это было очень давно, и даже я так скажу, к чему он хвалил? Я был холостым, и он хвалил их сестер в их церкви. Приезжай, у нас, ну с Украины западной, дужигарные сестры, ну по-украински. Ну, знаете, и сильно убеждал, мне надо, что к ним ехать, и брать оттуда сестер. Ну, я взял в нашей церкви, о чем не жалею, слава Богу. Да, но все-таки желание побыть в их церкви у меня появилось сильно. Он хвалил пресс-фитера, дьякона, бабушек хвалил, самые лучшие дедушки там, ну, и оно как-то не то, что он этим постоянно. Вот где-то между сроками снесся, он раз, он только хороший. Сильно появилось желание побыть в этой церкви, и я носил это желание. Однажды меня пригласили в одну поездку с братьями, я посмотрел по маршруту, и понял, что могу попасть к ним в церковь. И упрашивал братья, они не знали, почему я упрашивал, у нас вот в воскресенье, в субботу молодежная будет, рядом эта церковь, давайте мы в пятницу на собрание попадем. Ну, братья, хорошо получается, поехали. Я говорю, я даже буду ехать сколько надо, лишь бы побыть там на собрание. Ну, я приехал, хороший дом молитвы, зашел, ну, так все хорошо, и бабушки хорошие, и дедушки, ну, на сестеру я тогда уже не смотрел на молодежь. Ну, в общем, я, в смысле, был женатый, смотрел, и все хорошо, вы знаете, действительно хорошо. Как он говорил, дуже гарно. А потом, с полсобрания я заметил, что вот несколько бабушек спят, как и у нас, кстати. Ну, так могут устали, немножко отдохнуть. А кто-то с молодежи, смотрю, телефон достал, там что-то смотрит. Ну, и так, думаю, и у нас такое есть. Там где-то штукатурочка чуть-чуть под балконом не удержалась. Брат Вася Дьякон, да, кстати. Друзья, и концу собрания, знаете, я такую мысль понял. Церковь обычная, самая обычная, а Дьякон у них хороший. Дьякон добрый. Вот человек добрый, он, собственно говоря, он и ситуацию видит. Друзья, это не какое-то однохвальство или что-то еще. Он по-другому не может видеть. Если у него сердце доброе, он и об этом будет говорить доброе. Ну, я еще один пример приведу. На церковь ехала молодежь, но ехала молодежь, потому что брак был. Сестра с нашей церкви, а жених с другой. И вот поздно вечером, даже я скажу время, в 11 часов вечера, мне звонит отец невесты и говорит, 30 человек молодежи принять, накормить и все сделать. И с таким тоном, без вариантов возражения. Я вам признаюсь, мне это крайне не понравилось. Во-первых, время какое. Ну, ты об этом бы подумал. Я нашел вариант, говорю, сейчас там на кухне, я, кстати, был в молитвенном доме еще, там готовят кушать, ну, это на завтра, мы их оттуда покормим. Он, нет, купите и покормите, оттуда не трожьте, это на завтра. Я возмутился, признаюсь, как есть. Но я ему ничего не сказал, положил трубку иду к диакону, который тут же сидит в нашей церкви и говорю, Виктор, представляешь, что делается? Ну, вы представляете, какой метон, да? Догадываетесь. Я говорю, ты представляешь, 11 часов вечера, 30 человек молодежи, надо накормить, значит, давай, давай, решай. Он достает телефон, сейчас, звонит другому диакону и говорит, Сережа, у нас праздник. Вы знаете, я сижу возле него и думаю, может, я ему что-то не то рассказал? Может быть, мой тон недостаточно был, недовольный? Друзья, и мне стало стыдно, пристыдно. Вот смотрите, одни и те же обстоятельства, я возмущен, я негодую, я готов за это взыскать, а у него праздник. Друзья, и всего лишь навсего, откуда это все? Одни и те же обстоятельства, и мы смотрим с позиции своего состояния. Вот я сижу рядом с этим братом, диаконом, и каюсь, признаюсь, Господи, прости меня. Вот если бы я ему рассказал бы по-хорошему, да хоть бы я хороший был. А так он же почувствовал, что пресвитер недовольный, ну, а у него все равно праздник. Без того, что какой пресвитер, у него праздник. Друзья, вот так оно бывает в нашей жизни, и в этом мы убеждаемся. Я приведу библейский пример. Апостол Павел в послании к Коринфянам, но вообще по тексту видно, вот сколько мы знаем послания к Коринфянам? Братья и сестры, сколько посланий к Коринфянам? Два, да. Действительно два. Первое и второе. Но по тексту видно, что их три было. Одно послание до нас не дошло. Апостол Павел написал первое послание. Между первым и вторым было еще одно послание. И это послание понес Тит. Понес Тит. Мы знаем, что к апостолу Павлу не сильно хорошо относились в Коринфе. И вот даже по всем видно, что его оттуда так мягко сказать попросили. Он ушел, и он не успокаивается на этом. Он пишет еще одно даже богослово называет слезное послание. Я не знаю, так ли оно было. И он это послание письмо отправляет с Титом. Тит, пойди. Братья и сестры, вот если бы я думал так, со мной бы так обошлись. Но меня ни разу в церкви не выгоняли, слава Богу. Ни с какой. А тем более он там немало приложил старания. И вот я бы посылал туда человека, того же Тита. И что бы я рассказал за эту церковь? Ну, я сказал бы, наверное, Тит, ты поаккуратнее, особенно с Иваном Петровичем или там с сестрой Тамарой. Не знаю, друзья. Может, я сильно утрирую, но, скорее всего, могло бы иметь место то, чтобы на кого-то я бы попросил обратить внимание с ним быть аккуратнее. Братья и сестры, что сказал апостол Павел Титу? Вы не знаете? Давайте прочитаем. Второе послание Коринфянам. Если не ошибаюсь, это седьмая глава. Да, это седьмая глава. Смотрите, это уже Павел пишет по пришествию Тита, когда Тит вернулся. И он пишет второе. Это третье послание, но у нас оно второе. «Посему мы утешились» Это тринадцатый стих. «Посему мы утешились утешением вашим и еще более обрадованы были радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним». О чем он говорил? Заметьте, он посылает и говорит, Тит, какая хорошая церковь. Они вот такие. И называл их хорошей. Он хвалил их. Он хвалился перед Титом, говорит, Тит, ты сходи, обязательно сходи. Ты народ такой церкви никогда не видел. И он начинает хвалить. И он говорит, смотрите, и сердце его весьма расположено к вам. 14. «И так я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним, но как вам мы говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинной». Тит вернулся и говорит апостолу Павлу, брат Павел точно хороший. Ну, так написано по тексту. Друзья, но ведь мы можем найти в послании к этим церквям много того, что было не так. Много. Но апостол Павел хвалил. Почему? Друзья, он видел людей и думал о них с позиции своего состояния. Он был человеком добр. есть текст такой, что добрый человек из доброго хранилища сердца выносит доброе. Друзья, это касается наших разговоров, это касается наших мыслей. Если я часто думаю худое о ближних, друзья, это говорит о проблеме, которая проблема есть моя. Вы извините меня, но я приведу пример, который Аркадий Михайлович приводил. Два человека идут по дороге и собака лежит, которая сбила машину. Один отскривился, отвернулся и пошел. А другой подошел и говорит, а какие же у него белые зубы. Друзья, но если в таком примере человек найдет что-то хорошее, неужели тогда, когда мы соприкасаемся друг с другом, до нас больше есть хорошего. Нас значительно больше есть хорошего. Моя третья мысль короткая мысль, хотя ее можно было бы тоже сказать подлиннее. Мысль такая, друзья, есть еще ответственность за наши выводы. Ответственность никто не отменял. Ответственность тогда, когда я спешу свои мысли худые говорить кому-то. Есть такое слово, первое послание Петра, слово такое, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла. Друзья, может быть, я сегодня в этом собрании замечаю, что чаще о ближних, о братьях и сестрах я говорю плохое. Друзья, хотелось бы вот этим словом сказать, что это моя проблема, это не проблема моих ближних. Нет, я далек от мысли все сокрасить розовой краской, сказать, что вообще нельзя за людей и в церкви наказывать нельзя, и отлучать, потому что все очень добрые, и если он делал грех, он это с добра делал, нет, я не за это, я не за крайности. Мы должны иногда выносить какие-то решения, называть вещи своими именами, но эти вещи должны быть взвешены, эти вещи должны быть разведаны, как учит Писание, ты разведай, разузнай, так ли это. И многие вопросы, ведь они нас не касаются. Это где-то разведает кто-то другой. Друзья, давайте мы сами помолимся, помолимся, чтобы Бог благословил всех нас, народ его, чтобы мы действительно, наша жизнь, наши взаимоотношения были особые. А если вдруг я замечаю, что я говорю худое, друзья, надо покаяться за это и привести сердце свое в порядок. Ну, простите, я еще один пример приведу. Один из наших братьев посидел служителя пожилого, их церкви, который в свое время был пресвитером у них и уехал в Америку. Брат был в гостях в Америке и заехал к нему в гости посетить. Этот брат-старец увидел, обрадовался, обнимал его долго, целовал по-братски и говорит, брат Павел, я тебе сейчас расскажу, как я живу здесь в Америке. Но я тебе расскажу не то, как я живу, что со мной было вчера. Вчера посетил меня Бог. Я читал Библию, и ты знаешь, я стал вот, утром встал, читал Библию, Слово Божие, и я увидел, сколько я был неправ. Кстати, этот человек не один раз сидел в вузах. И он говорит, я стал перебирать, я стал на колени и стал плакать, Господи, кто я такой? Господи, я и там плохо делал, я и с теми людьми резко обходился, а когда пресвитером был, я такой был невнимательный, и я, говорит, исповедовался, плакал. Даже, говорит, моя бабушка зашла, говорит, что-то там распустил, слезы. И я, говорит, попросил, чтобы она мне не мешала. И дальше плакал. И, говорит, плакал несколько времени, ну, по-моему, часа два где-то, а может больше. И ты знаешь, говорит, Павлик, я стал с колен, мне так хорошо на душе. Я даже посмотрел в окно, вот американцы идут, они такие красивые. Вот сколько лет прожил и не знал, что американцы красивые. Друзья, да ведь вопрос, действительно, этот пример показывает нам эту истину. Если я в своей жизни давно не плакал о себе, если я давно не смирялся пред Богом, если я давно, давно не исповедовался пред Богом. Друзья, конечно, у меня будут все плохие. Все плохие. Будем спешить о себе плакать. Будем спешить приобретать сердце доброе, которое было у Христа Иисуса. А пока, друзья, может быть, кому-то надо поступить, как в одной церкви брат объявил, на семь суток пост. Когда он этот пост объявил, церковь заунывала. Семь суток. Говорит, а на ночь есть можно? Или что-то? Он говорит, суток, ни дней, ни дней суток. А потом пояснил, какой? На язык. Семь суток, ни о ком плохо. Попробуем? Да, конечно, какие проблемы. А потом нас пришли и говорят, трудно. Пришла сестра к сестре. Ну, как дела? Хорошо. А больше говорить не о чем. Ну, посидели, чаю выпили. Как дела? Друзья, а ведь мы к этому привыкаем. И он говорит, признаются верующие, семь суток взяли, это же не то, что там не есть. Это труднее, может, чем не есть. Друзья, ведь действительно, мы поулыбались сейчас. А ведь это сколько приносит всего того, что потом тревожит нашу жизнь, кому-то слезы приносит. А ведь Бог хочет, чтобы мы были другими. Написано, чтобы увидели любовь. Да, друзья, я, может говоря, эту тему не сгустил краски. Не так все у нас черно. Но этому может быть место. И оно и встречается. Мы встречаемся с такими обстоятельствами и встречаемся со слезами, а иногда сами плачем, а иногда сами кого-то обижаем. Давайте мы помолимся. У нас Бог есть, что Бог дал нам силы. Если сегодня на язык пост взять его, ну пусть не на семь дней, на месяцок взять, и будет уже хорошо. А этим временем поплакать о себе, помолиться о себе, Слово Божие почитать. И смотришь, и мы найдем в том человеке, который нас раздражал очень сильно, много прекрасного и хорошего. И полюбим его как лучшего друга. Это не какая-то, знаете, выдуманная теория. Это практика. Так оно есть, так было, и так должно быть. Пусть Бог нам в этом поможет. Помолимся Ему. Аминь. Аминь.